здравствуйте дорогие телезрители и конечно же подписчики моего канала голова садовая я очень рада нашей встрече и сегодняшняя тема будет очень и очень серьезная дополнительный свет для растений а посмотрите на меня я сегодня хороша безумно просто правда мне очень идет такой нежный розовый цвет но я это отступление конечно очень хочется чтобы растения которые мы приготовили к посеву я даже не знаю слова такого чтобы очень хорошо взошли росли а потом цвели а потом плодоносили наградив нас изумительным урожаем или цветами или я не знаю там семенами но для того чтобы это произошло надо немножечко потратиться и конечно потрудиться что же нужно растениям для того чтобы все было как мы хотим конечно это воздух конечно углекислый газ конечно это вода но разумеется солнечный свет но где взять этот солнечный свет зимой некоторые из вас уже махнули рукой и пошли от телевизора подальше совершенно напрасно для того чтобы вы на протяжении очень долгих лет могли помогать растениям в их и всходах там росте и плодоношение и цветения есть маленькие секретики которые стоят знаете ну не бешеные деньги это точно вот рядом со мной стоит рассада вот представьте себе какая уже она это рассада а сейчас только декабрь так вот рядом с этой рассадой стоит настольная лампа обычная да ну наверное даже может и китайская дело даже не в этом любая настольная лампа пригодится и будет служить вам просто верой и правдой очень долго только лампа для нее нужна необычная так какая же необычная лампа с таким же цоколем как обычная настольная лампа совместить все это вместе и получится то что мы хотим что в декабре в январе и феврале солнца еще очень мало а нам его надо вот так вот нам надо такую лампу чтобы она светила ярко выдавала лучи те которые нужны растениям и при этом не нагревалась и не ела много энергии и кпд было 90 с лишним процентов вот здесь у меня две коробочки волшебные в каждой из них лампа из этой коробочки лампа вкручена и она всего на 6 ватт а вот в этой коробке лампа на 15 ватт при всем при этом у обоих этих ламп 90 процентов кпд посмотрите цоколь как у обычной лампы я никогда не вру вам другим может быть вам нет и я хочу включить вот эту лампу и чтобы вы видели какой же у нее спектр света видите замечательный просто и если все таки вот она прекрасна тем что ее можно передвигать куда угодно она прищепка ее можно прицепить куда угодно на окне и просто поставить и от того что она будет стоять над растениями вот в таком положении освещая их прямо я не знаю как близко она не греется при этом вот ощущение тепла даже незаметная и простояв несколько часов а вы должны помнить да можно закрепить ее вот так а вы должны помнить что растению вот вы проснулись утром рано в 6 часов включите лампу и до 10 утра она должна гореть потому что растением нужен свет как летом 6 часов утра а когда вы пришли домой в 5 часов вечера а в шестом часу уже темно включите лампу еще раз и до 10 вечера дайте ей светить над растениями и и и вот я вам гарантирую что ваши растения не будут чахнуть не будут выглядеть блекло у них листья будут жирненькие толстенькие потому что поливка и все остальное будет обеспечено вот такие лампы с здесь спектр синий и красный что в результате дает вот такой свет вот прям замечательно розовый это то что растение им надо причем энерго сберегаемость у нее очень и высокая от того что у нас светит 90 процентов попадает туда куда нам надо нет нагрева поэтому кпд очень высокая а передо мной стоит настольная настольная напольная подвесная лампа более мощная видите сколько здесь светильников их целых 6 штук то есть ее мощность гораздо выше чем одной такой лампочки ее можно конечно повесить даже в теплице надо большим количеством рассады если вы выращиваете это очень рано но провести свет это не проблема конечно я хочу сказать что настолько все компактно настолько все вот сжато да что когда уже это будет не надо можно все это убрать в коробку и до следующего посева и сейчас маленькое отступление про лампы мы закончили когда мы будем сеять в январе наши баклажаны и перцы 7 8 января и если что-то пойдет не так что-то не взойдет 18 19 дни подобраны как раз под эти культуры вот и вся информация на сегодня до свидания всего вам доброго